Девушки отдыхают Я уже это говорила в одном из интервью, когда только ко мне обратились активисты города Новосибирска с письмом, что они хотели бы видеть в качестве мэра меня, мою кандидатуру, я немножко сначала скептически к этому отнеслась, потому что удивилась вообще мне. А сейчас, по прошествии уже нескольких месяцев, когда я слышу славу поддержки от абсолютно разных и активистов, и просто жителей, и различных социальных объединений, групп, от всяких замечательных людей, и у меня уверенность такая все росла, 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 и в итоге я пришла к тому, что участвовать в выборах надо обязательно. А это партия, от которой вы идете, это партия зеленых, я правильно понимаю? Да, я иду от партии зеленые. А что говорят в партии ЛДПР про это? Ну, я вышла из партии ЛДПР. Фракцию ЛДПР в законодательном собрании я покинуть не могу по законодательству, поэтому у фракции осталось. Но законодательство не запрещает мне участвовать в выборах от другой партии. Единственное, что я на данный момент не могу вступить в партию зеленые, но они мне обещали в случае избрания меня мэром, что они меня возьмут в свои ряды. Про случай избрания мэром. Зачем Дарья Украинцева хочет быть мэром? Главная цель. Вы знаете, я вчера была на сессии горсовета, где слушала отчет нынешнего нашего мэра Анатолия Евгеньевича Локтя о его проделанной работе. И мне кажется, мои стоны с заднего ряда слышал весь зал, потому что такие вещи назывались. Сейчас приведу несколько примеров. Городская электричка. У нас по городу, у нас город Новосибирск уникальный, тем, что у нас по разным и даже спальным отдаленным районам разбросаны железнодорожные пути. Какие-то тупиковые, какие-то брошенные, какие-то грузовые. Но если их соединить и объединить в одну линию, получится очень хорошая городская электричка. Второе метро, но только наземное. Другой момент, метро. Оказывается, у нас же госэкспертиза не приняла наш проект метро. Не в том формате подали, потом еще что-то. Любое метро, это сложный проект, но почему-то Красноярску выделили сначала миллиард на проектную документацию по проекту экология, по программе экология. Сейчас вроде как еще выделяют 5 миллиардов. А у нас мы почему-то не можем до сих пор станцию спортивную достроить. Уже давным-давно об этом говорят. Хотя нам, по идее, нужно и Дзержинскую линию продлять, и Ленинскую линию, дополнительные станции делать. Вот постоянно город Новосибирск стоит третий по численности населения. Но мне хотелось бы верить, что все-таки мы не только по численности населения. Третий в стране миллион шестьсот у нас сейчас. И мы все время стоим с протянутой рукой к области, к федеральным властям. Постоянно что-то нам не хватает, а наши хотелки. Постоянно мы что-то просим. Покупаем какие-то поношенные белорусские трамваи. Хотя я считаю, это вообще ужасно. Это мы должны кому-то с барского ключа что-то подарить, а не нам, Новосибирску, что-то там, старье передавать. Постоянно вот какие-то такие моменты. Может быть, действительно в мэрии нет специалистов. Я вот хочу стать той метлой, которая их быстренько раз и выметит, и хороших найдет. Потому что я считаю, что у нас в Новосибирске много хороших людей. У нас все люди хорошие. И много нетрудоустроенных. А я хороших людей обещаюсь трудоустроить. Интересно, что сказал ваш муж на эти плану все? Ой, мой муж. Сразу хочу нанести такую маленькую корректировочку, что идея о том, чтобы я шла на выборы от партии «Зеленых» была принята в Москве. И мой муж со мной в этом плане, его мнение сходится, поэтому он меня только поддерживает. У нас вообще в семье так заведено, что я его поддерживаю в любых его начинаниях. А у него их очень много. Он очень разносторонний, человек активный. Так и у меня очень много. Но сейчас мы сконцентрировались на вопросах экологии. А я хочу, чтобы за каждое срубленное дерево денежки полученные шли на покупку и высаживание нового дерева. И, в общем, много-много чего мы прорабатываем. Недавно убирали озеро возле станции Матвеевка. По-моему, он называется озеро на радиостанции. Где я, собственно, повредила палец и сломала ноготь даже. Потому что я, собственно, ручно, пальцем выковыривала крышечки от бутылок. Я не хочу, чтобы люди в будущем знали нас, изучали, что мы кушали и пили по этим крышечкам. Я хочу, чтобы они нас знали по произведениям искусства, по великим людям, по политикам активным. Вот, кстати, извините, пожалуйста, сразу. Так кто победит на выборах, как вы думаете? Победит тот, кому больше доверятся новосибирцы. Конечно, я бы хотела, чтобы поверили мне, я все для этого делаю. Поэтому я верю, что самое главное быть хорошим человеком, оставаться в любой ситуации хорошим человеком, честным быть. И тогда люди за тобой пойдут. Хорошо, успехов вам, всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Добрый день. Добрый день. Сегодня началась предвыборная кампания. Вы идете на выборы? Иду, иду. От кого? От партии роста. Это уже гарантированно? Это решение принято уже, да? Да, принято давно. Ну, сейчас полицейцы берут, оформят документ, и документы сдавать надо. Как вы отнеслись к тому, что выдвинулся господин Козадой, потому что ведь говорили, что он с вами сотрудничает? Мы с ним сотрудничаем 20 лет уже. В баню ходим, обедаем вместе. Он профессиональный историк. Я любитель историк. Мне интересно с ним о жизни говорить. У нас достаточно много общего. То, что он объявил о выборах, ну, а почему нет? Каждый человек может желать чего-то. А он, что такое сотрудничество? Он мне помогал советами, помогает и сейчас, и не более того. Он не является руководителем избирательного штаба. Он на плате не состоит. Он в плане делать то, что угодно. То есть у вас просто хорошие отношения? Да, у нас хорошие товарищеские отношения. Понятно. А как вы вообще относитесь к соперникам? Вы как-то рассматривали, какая ситуация складывается в городе? Соперникам я всегда относился и отношусь уважительно. Уважительно. Что те люди, которые решили позаниматься выборами, они уже за это достойны уважения. Это достаточно нелегкий труд. Да и финансово тоже затратное дело. Поэтому как я должен к нему опроситься? Уважительно. Но вы к компании готовы? Я к компании готов. Замечательно. А что сказали ваши близкие, когда вы приняли решение баллотировать СМР? Они сказали, что я сошел с ума. Это в первый момент. А сейчас что говорят? Сейчас все притихли. Ну хорошо. Пожелаю вам успехов. Да. Виктор Иванович, здрасте. Как вы думаете, кто победит на выборах? Ответ однозначный. Разумеется, что я выиграю. Иначе зачем мне было баллотироваться? Кстати, а что сказала жена? Жена? Она спокойно к этому относится. Без особого энтузиазма. Как и все мои политические деятельности. Жена ей жена. Для нее самое главное. Семейное благополучие. Внуки и прочее. Поэтому я все... Мои отвлечения как бы не очень нравятся. Хотя она не протестует никогда. А так, конечно... Нет, я собираюсь работать очень серьезно. У меня, кстати, несколько звонков уже было. Все интересуются, насколько это все серьезно. Это очень серьезно. Это не какие-то там игрушки и прочее. Игра будет очень такая жесткая, напряженная. Вместе с партией Справедливой России. Вместе с Анатолием Анатольевичем Кубаном. Которая такой же, как был. Но для этого есть шансы, я считаю. Это будет все очень по-серьезному. Как говорится, по-взрослому. Спасибо, удачи. Евгений Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Сегодня началась избирательная кампания. Вы идете? Совершенно верно, началась. Однозначно иду. И это долгожданное событие, которому я шел последние пять лет. Конечно же, игнорировать ни я, ни партия его не будем. Мы будем участвовать в этих выборах. В выборах мэра города Новосибирска. На кого надеетесь? Надеюсь на свои собственные силы, надеюсь на поддержку электората, надеюсь на осознанное решение жителей города Новосибирска. Зачем вы идете на выборы? Иду на выборы исправлять ошибки, допущенные действующей властью за последние пять лет. Иду на выборы для того, чтобы одержать уверенную победу и посвятить себя служению городу. Так вот как раз хотел спросить, а кто победит? Победит сильнейший. А, то есть такой... Да, спортивный такой лозунг. Я... Очень сложно мне даются прогнозы, поскольку у меня очень большая практика участия в избирательных кампаниях. Она каждая уникальна по-своему и спрогнозировать результат очень сложно. Тем более в сложившихся условиях, которые... Вот чем особенные эти выборы? Ну, все понимают, чем особенные условия. Партия власти не участвует в выборах. Значит, допущенные промахи руководством города за последние пять лет также влияют на, так скажем, электоральные массы, которые будут решать судьбу Новосибирска. Ряд других ключевых событий, о которых уже много рассказано в СМИ, и мы повторяться не будем. Ну, время неумолимо отчитывает ход, и мы приближаемся к заветной дате, дню голосования, которая состоится 8 сентября. Да, я понимаю... Короче, вскрытие покажут. Вскрытие покажут, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы... Все-таки я, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям Новосибирска, не игнорировать столь важное событие в жизни города, и, конечно же, принять в нем участие. Что сказала ваша жена? Супруга ни при чем, все решения принимаю я, но, судя по всему, если мы до сих пор вместе, она принимает мои решения. А бывают случаи... Да ладно, такой вопрос. Бывают варианты, когда она принимает решения? Нет, таких вариантов не бывает. Но если только немножко побаловать и дать ей возможность, как говорится, почувствовать себя лицом принимающим решения, тогда это не исключено. Нет, но все-таки такие серьезные вещи, которые касаются масштабных таких, конечно, проектов и моего участия в них, конечно же, ключевые решения принимаю исключительно самостоятельно и при поддержке коллег. Конечно, мы проводили консультационные мероприятия. Я же иду не один, за мной же стоит партия, оказывает поддержку партия ЛДПР, в которой я уже 10 лет состою и занимаюсь исключительно общественно-политической деятельностью, не связан ни с какими бизнес-структурами, не являюсь... Это уже агитация, это уже самая... Нет, не агитация, мы же в прямом и откровенном разговоре, и мне хочется, чтобы у избирателя сложилось какое-то впечатление обо мне. Мы уже с вами встречались не раз, и достаточно хорошо, продуктивно, но все-таки, если есть такая возможность обратиться, почему бы и нет? Пожалуйста, значит, мы еще увидимся. Это все-таки ваше будет решение, я всегда открыт для общения с вами, положительно отношусь к таким моментам, уважаю аудиторию, которая вас смотрит, пользуясь случаем, передаю привет, желаю хорошего летнего настроения, лето в разгаре, но, уважаемые друзья, вы должны помнить, что мы неизбежно идем ко дню голосования по выборам мэра города Новосибирска. Удачи вам! Спасибо, Тимур, до свидания.